Вы видели? Нет, ну вы видели это? Наверняка видели, ведь эта новость облетела весь мир. Но мы всё равно расскажем. Мало ли, вдруг вы каким-то образом ещё не в курсе. Криштиан Роналду буднично пришёл на пресс-конференцию перед стартовым матчем португальцев на Евро. В первом туре европейские бразильцы играли с Венгрией. Но всё прошло не так уж рутинно. Всему виной две бутылочки Кока-Кола, стоявшие перед Роналду. Криштиану увидел сладкие газированные напитки, не сдержался и убрал их куда подальше. При этом капитан сборной Португалии достал бутылочку простой воды, красноречиво говоря. Вот это настоящая вода. В итоге произошла парадоксальная ситуация. Криштиану взорвал первые полосы мировых СМИ, ещё даже не выходя на матчи Евро. Кстати, Криштиану задал ещё и своеобразный тренд. Видели, как Погба убрал бутылочку Хайнекен? Но давайте вернёмся к главным вопросам сегодняшнего выпуска. Итак, почему Роналду ненавидит Кока-Колу? Правда ли, что после этого случая компания стала нести сумасшедшие убытки? И какой ответ последовал от Кока-Кола? Смотрите это видео до конца, и тогда вы обо всём узнаете. Поехали! Видео с Роналду и Кока-Колой в считанные минуты набрало потрясающую виральность по всему миру. Все мы принялись делиться видео со своими друзьями, и таким образом весь мир во главе с Криштиану Роналду сделали шикарную антирекламу Кока-Кола. В СМИ начали публиковать по-настоящему удивительную и шокирующую информацию. Оказывается, Роналду одним движением руки нанёс убытки американскому гиганту размером в 4 миллиарда долларов. Каждое его движение делает разницу в этом мире, уверяют авторы, растиражировавшие данную информацию. Действия Роналду сказались не только на имидже, но и на финансовом положении Кока-Колы. Роналду, вероятно, не осознавал, какие большие финансовые последствия будут иметь его действия. Как сообщает Марко, на момент открытия биржевого рынка в Европе акции Кока-Колы стоили 56,1 доллара за штуку. Но к тому времени, когда Роналду покинул своё место после пресс-конференции, цена акций обвалилась до 55,2 доллара за штуку. Падение стоимости акции на 1,6% стоило компании 4 миллиарда долларов капитализации. Но не спешите передавать эту информацию своим друзьям. На самом деле, издание Марко, как и многие другие СМИ, грубо ошиблось. Дело в том, что ровно в понедельник, 14 июня, для акции Кока-Кола был экс-дивидендный день. Каждый квартал, 4 раза в год, Кока-Кола выплачивает обладателям акции дивиденды. Проще говоря, делится прибылью. Чтобы получить июньский дивиденд, 0,42 доллара, нужно было иметь акцию Кока-Кола к 11 июня. А 14 июня – это первый день, когда акции компании торговались без включенной стоимости следующего дивиденда. Проще говоря, стоимость акции падает плюс-минус на размер дивиденда. То есть, 14 июня падение акции Кока-Кола было плановым. Это был обычный рыночный процесс. Кока-Кола не могла не отреагировать на такое событие. Американский гигант является одним из спонсоров евро. Поэтому молчать в таком случае однозначно не вариант. Каждый имеет право на свои предпочтения в напитках. По прибытии на пресс-конференции игрокам предлагается простая вода, Кока-Кола и Кока-Кола Zero Sugar, заявил представитель компании. С такими комментариями действительно не поспоришь. Пить или не пить колу – это дело каждого из нас. В этой истории Роналду против Кока-Колы многие болельщики поддержали взгляды Криштиану и расхваливали португальца за пропаганду здорового образа жизни. Но самые внимательные и дотошные футбольные болельщики и обозреватели припомнили португальцу его не самые продуманные шаги, совершенные по молодости. Какой же лицемер этот Криштиану Роналду? Роналду сейчас такой – пей воду, спаси свое здоровье. И много-много других стебных комментов мы нашли под видео «Кока-Кола бай Криштиану Роналду» рекламным роликом к чемпионату мира 2006 года, который был предназначен для азиатского рынка. Тогда Криштиану Роналду определенно не был против «Кока-Кола». Правда, справедливости ради стоит сказать, что тогда Роналду был только на старте своей великолепной футбольной карьеры. Ему было только 21. Он был всего лишь молодым пацаном, который дорвался до славы и больших денег. Тогда он не был отцом. Сейчас Криш совершенно иначе смотрит на многие вещи. По сравнению с тем любителем «Кока-Колы», которым он был в 2006 году. Криштиану Роналду также рекламировал и другие напитки. Например, в 2009 году португалец стал героем рекламной кампании напитка «Экстра Джосс». Это индонезийский энергетик. Правда, это все дела минувшие и интересны только в контексте того, как человек может изменить свои предпочтения на протяжении жизни. В чем же настоящая причина отвращения Роналду к Кока-Кола? Причина первая и самое главное. Кока-Кола ни в коем случае не может быть частью рациона Криштиану. Роналду очень требователен к себе и именно с этим связывают его футбольное долголетие и выдающуюся физическую форму. Рацион португальца состоит из шести мини-приемов пищи, которые включают в себя множество фруктов, овощей и чистого белка. Криштиану очень любит рыбу и курицу. Из напитков CR7 предпочитает воду, сок и иногда вино. Но режим тренировок Роналду – это настоящее сумасшествие. Он тренируется по 3-4 часа в сутки на протяжении 5 дней в неделю. Тут не дораспитие колы, как вы понимаете. Кока-Кола – напиток, который находится под запретом в доме Криштиану. Посмотрим, сможет ли мой сын стать великим футболистом. Иногда он пьет колу и ест чипсы. Он знает, насколько сильно мне это не нравится. Рассказывал Роналду на последней церемонии Globe Soccer Awards. Вред Кока-Колы для футболистов и спортсменов доказан. В одной бутылке содержится 10 чайных ложек добавленного сахара, что явно не поможет вам достичь вершин в спорте, поскольку Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 6 чайных ложек добавленного сахара в день. Вдобавок ко всему, по словам британского фармацевта Нираджа Найка, уровень сахара в крови резко повышается в течение 20 минут после употребления колы, вызывая выброс инсулина. Затем печень превращает большое количество сахара, циркулирующего в организме, в жир. Криштиану отлично знает всю эту информацию, и поэтому давненько отказался от сладких газированных напитков. Умение менять свои взгляды на те или иные вопросы помогло Роналду построить выдающуюся карьеру и играть на топ-уровне даже в 36 лет. Вы же видели его дубль в ворота сборной Венгрии на Евро? Во-во! Дальше слово Криштиану. «Самое умное в футболисте – это его способность приспосабливаться к новым обстоятельствам. Если игрок хочет длительную карьеру, он должен знать, как адаптироваться. Мне всегда это удавалось. С 18 и до 36 лет. Мне всегда удавалось побеждать. Я всем доказал, как важно уметь меняться на протяжении карьеры», говорил Роналду в своем недавнем интервью. Безусловно, в умении мотивировать и наставлять на здоровый образ жизни Роналду – настоящий гуру и мировой кумир. В этом контексте отказ от колы выглядит логично и правильно. Но болельщики, которые любят более заковыристые истории, считают, что отказ от колы в жизни Роналду произошел после случая с Райаном Гиггсом. Однажды Роналду пришел на завтрак Манчестер Юнайтед с колой в руках. Гиггс подошел к нему, толкнул и сказал «Никогда больше так не делай!» Рассказывает Ян Оге Фьортофт, бывший футболист, а теперь известный ТВ-эксперт и ESPN FC. Принял ли Роналду решение отказаться от колы еще во времена выступлений за Манчестер Юнайтед? Никто, кроме самого Криштиану, нам не скажет. Но история с Гиггсом в главной роли получилась весьма интересной и действительно интригующей. Согласны? Правда, нам все же кажется, что Криштиану лично принял это решение, взвесив все «за» и «против». Ведь все мы знаем, насколько Роналду умен. Друзья, и напоследок. Пить или не пить Кока-Колу – это выбор каждого. Ну а с вами был канал ВАР. Мы смотрим футбол под другим ракурсом. Всем хорошего настроения и чудесного дня! Пока-пока! КОНЕЦ КОНЕЦ